Здравствуйте! Сегодня наша программа выходит в необычном формате. Дело в том, что с момента появления в эфире первого выпуска передачи «Личный контроль» прошел уже один год. Самое время подводить первые итоги. Итак, мы начинаем. Итак, Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наш с вами проект «Личный контроль. Год в эфире». Я предлагаю наш сегодняшний выпуск посвятить тому, чтобы вспомнить, какие вопросы в течение года стали самыми актуальными и для нас с вами, и для наших зрителей, и участников наших эфиров. Давайте попробуем пойти таким путем. Давайте попробуем. Уважаемые коллеги, все вы прекрасно знаете, что у нас в области есть список самых популярных вопросов и проблем. Среди них газификация, дороги, может быть, еще детские сады. Но совсем недавно я лично отметил для себя еще одну строчку в этом хит-параде. Пешеходные переходы через железнодорожное полотно. Вот здесь, например, в поселке Кирилловске как раз такой случай. Для того, чтобы понять весь масштаб проблемы, надо сказать, что у нас поселок Мга исторически разделен на две части. Ну и примерно равные части жителей у нас находятся, живут и на этой стороне, и на южной стороне, там за железной дорогой. Поселок городского типа Нази в Кировском районе Ленинградской области условно разделен пополам железнодорожным полотном. А пешеходный переход через железную дорогу выглядит вот так, если вообще это можно назвать пешеходным переходом. Все административные здания, и школы, и детские садики, и все учреждения, которые людям нужны, они находятся здесь, где мы сейчас с вами, на северной стороне. А на южной стороне у нас просто живут люди. Пятитысячный поселок каждое утро форсирует железнодорожные пути, стоящие на них составы. Состав километр вправо, километр влево. Через 10 минут уходит электричка, им надо уехать. Вы вот в вашем теперешнем положении, оно особенно, вообще в состоянии хотя бы забраться с тобой? Тяжело. Я еще, у меня второй ребенок уже, и я не представляю возможности, например, прийти даже купить же, ну, билет. Тем более с коляской. А если две коляски? Это ужасно. Две коляски, по-моему, это просто невозможно. Каждый год погибает люди. Даже жертвы уже. Жертвы. В этом году счастливый случай, так сказать, только один человек погиб. В предыдущих случаях были и по два, и по три человека погибают. Совместно с администрацией у нас было написано письмо на РЖД о состоянии пешеходного перехода. Масса обращений к непосредственно руководителям железной дороги с просьбой построить здесь либо подземный переход, либо надземный переход. Уважаемый Александр Юрьевич, конечно, по пустякам мы бы вас не беспокоили, но боимся, что здесь нам с вами не справиться. Вопрос задавался действительно не один раз. И я прекрасно понимаю, почему за последние пять лет объем грузоперевозок по железной дороге и пассажиров, и экономических грузов в Ленинградской области возрос в два раза. Вы представляете, в два раза возросла интенсивность поездов пар. Естественно, что очень многие и города, и небольшие поселки, и деревни в Ленинградской области, где проходит железная дорога, оказались разрезаны на две части. Сегодня нужно как минимум 12 современных пешеходных переходов через железную дорогу. Пока Октябрьская железная дорога подтвердила только строительство четырех из 12, то есть одну треть. И не случайно, буквально на днях я встречался с Олегом Белозеровым, это новый президент российских железных дорог. Мы его знаем, я и проезд Ленинградской области знаем его достаточно давно. У нас сложился очень хороший конструктивный диалог, и мы договорились, что в течение двух лет по основным поселкам и городам Ленинградской области, в том числе по тем, которые прозвучали сегодня здесь, еще раз, в эфире будут построены современные пешеходные переходы. Высока доля вероятности, что это будут наземные пешеходные переходы, но они будут современные. То есть для того, чтобы поднимались мамы с колясками, для того, чтобы поднимались люди с ограниченной возможностью движения, это колясочники, инвалиды, а там будут предусмотрены специальные лифты, которые будут поднимать на уровень пешеходного перехода через железную дорогу. Это будут современные пешеходные переходы. Мы взяли на себя тоже обязательства, мы же не просто так договорились, мы сказали, что мы обеспечим полностью подходы к этим пешеходным переходам, то есть асфальтирование, устройство тротуаров, освещение для того, чтобы был безопасный подход. Но мы не имеем права финансировать из бюджета строительство самих пешеходных переходов, это должна делать Октябрьская железная дорога и Российская железная дорога. Ну что ж, тогда не будем тратить время и перейдем к следующим темам. Как мне кажется, в нашем внутриредакционном рейтинге следующие две темы, о которых сейчас пойдет речь, они тоже, в общем, претендуют на позиции лидерства. Давайте посмотрим. Давайте. О нехватке спортивных объектов. Все чаще говорим мы с жителями Ленинградской области в разных населенных пунктах. И вот здесь, в Верево-Гатчинского района, еще раз хочется этого вопроса коснуться. Я хотела бы задать вопрос Александру Юрьевичу по поводу строительства спортивного комплекса в поселке Починок. Во дворе одной из кирижских школ мы сейчас находимся. Будет ли в следующем году и в ближайшие годы продолжена программа по строительству детских, пришкольных, спортивных площадок. Здесь, в Кингисепе, где мы сейчас находимся, некоторых спортивных объектов не хватает. Город созрел для того, чтобы уже, в принципе, в городе наконец-то появился хороший плавательный бассейн. В Веревском поселении занимается спортом более 500 человек. Основная проблема нашего поселения – отсутствие спортивных объектов, такие как футбольное поле и универсальный спортивный зал. Конечно, хотелось бы, чтобы это было более современное, чтобы были тренажеры, современная площадка, где дети могли бы развиваться. На сегодняшний день в городе, конечно, еще не хватает нам спортивного сооружения со зрителями. Занимаемся в школе. Зал у нас школьный 18 на 9 метров. Это не годится ни по каким параметрам. Пока много молодежи, пока вся не уехала молодежь наша в Санкт-Петербург. Поиск спортивных залов. Задержать хотя бы здесь. Надо здоровым образом жизнью заниматься. Я приведу несколько только цифр, чтобы мы понимали, какой объем нам удалось реализовать по строительству спортивных сооружений за три года. Мы построили около 100 универсальных спортивных площадок. Вот как раз о тех универсальных спортивных площадках, о которых говорили в том числе наши жители. Кстати, в ряде тех поселений, которые сегодня назывались, эти площадки уже построены. И мы это тоже знаем. Вы представляете, мы строили порядка 40 площадок в год. 38 площадок в прошлом году, а 40 площадок мы построили в этом году. А программу начали реализовать в 2013 году. То есть вот 2013, 2014, 2015 год порядка 100 таких площадок мы построили. Причем это уникальные спортивные площадки, которые сочетают в себе искусственное мини-футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадку, беговые дорожки, сектор для сдачи норм ГТО. Все это еще освещено, чтобы можно было использовать в вечернее время или рано утром, когда у нас еще темно. И все это ограждено забором. Как правило, это построено при наших школах, либо на центральных усадьбах. То есть это действительно возможность заниматься спортом всем от малой до великой. Кроме того, мы сделали ставку с Газпромом, и мы сейчас одновременно вместе с Газпромом строим 6 больших спортивных комплексов. Когда я говорю большой спортивный комплекс, это означает, что это не просто, например, плавательный бассейн или ледовое поле хоккейное. Это, как правило, комбинированное. То есть, если, например, это плавательный бассейн, то рядом есть и сухой зал. Если это ледовая площадка, то, как правило, есть два еще небольших зала. Это гимнастический зал и зал для тренажеров. И это со зрительскими местами, это возможность заниматься круглый год. Так вот, мы сейчас строим эти крупные комплексы. И, кроме того, мы приняли решение, мы начали уже строить небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы. Как правило, это такая универсальная спортивная площадка, только закрытая от непогоды. Как бы она круглогодичного использования. Так вот, принято решение таких 10 площадок строить в год. И я уверен, что, учитывая опыт предыдущих трех лет и те темпы, которые мы набрали, в течение пяти лет проблемы спортивных сооружений в населенных пунктах Ленинградской области, это города и поселки, мы закроем. То есть, у нас, как минимум, будет в каждом поселке либо современная физкультурно-оздоровительная площадка открытая, либо, может быть, еще дополнительно к ней фок, либо, если это поселок или город покрупнее, будет либо, значит, ледовая площадка, либо бассейн, либо большая универсальная спортивная площадка. Александр Юрьевич, от темы спорта быстро будем переходить на следующую тему, которая, опять же, в нашем рейтинге идет совсем рядом с темой, которую мы только что обсудили. Как вы понимаете, говорю я о культуре, вопросов и звонков по тематике культуры за год было очень много. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем из деревни Малукса, это Кировский район Ленобласти. И вы знаете, с самыми разными вопросами и пожеланиями хотят обратиться жители области к главе региона. Мы, по возможности, даем слово каждому. Некоторые вопросы носят более глобальный характер, какие-то кажутся, что попроще, но, тем не менее, они тоже нуждаются в решении, которого приходится ждать годами. Мы сейчас находимся на месте, где должно было строиться такое здание в далекое советское время, где должен был создаваться такая своеобразная площадка для реализации молодежи. Это клуб, это дом детского и юношеского творчества. Как это должно было называться? Ну, это должен был называться молодежный клуб. Уважаемый Александр Юрьевич, я помню, как открывали наш замечательный дом культуры. И до сих пор это самое большое культурное учреждение в нашем городе. И с того времени, как он был открыт, ни разу не было капитального ремонта. У нас занимается очень много коллективов, 30 коллективов, в том числе народный коллектив хор ветеранов имени Плутикова. На базе нашего Дома культуры также библиотека детская. Мы востребованы очень. Люди нас любят. Сейчас мы находимся на фоне нашего прекрасного здания Вепского центра фольклора. Нас на самом деле заинтересованы вепской культурой. Вепской культурой к нам приходят заниматься очень много детей и даже взрослые. Но, к сожалению, наши условия желают оставлять лучшего. И вот такая просьба. Уважаемый Александр Юрьевич, мы вас просим по возможности пересмотреть софинансирование по капитальному ремонту объектов. Мы хотели создать такую некую своеобразную многофункциональную площадку, на которой могли бы молодые люди заниматься и спортивной, и культурно-творческой деятельностью, и даже образовательной. Проводить какие-то тренинги, мастер-классы, возможно, дебаты, интеллектуальные какие-то игры. Нам бы хотелось, конечно, новое здание с красивыми кабинетами, которые соответствуют тем занятиям, которым мы обучаем наших детей. Мы обращаемся, Александр Юрьевич, к вам, чтобы вы и продолжили как-то оказывать нам эту помощь в ремонте Дома культуры. С одной стороны, конечно, не очень хорошо, потому что люди вынуждены обращаться к нам в проект личный контроль для того, чтобы, по сути, попросить поддержки или помощи. Но, с другой стороны, такое большое количество звонков и заявок по тематике культуры, честно говоря, не может не радовать. Потому что, получается, что наших с вами земляков волнует отнюдь не только вопросы, ну, какого-то такого ближнего быта, назовем это так. И находят люди и силы, и время, и желание заниматься совершенно какой-то такой духовной работой, не побоюсь этого слова. Вы знаете, мне очень приятно, действительно, что наши жители в последние годы очень много внимания уделяют и ремонту домов культуры, и строительству новых домов культуры, особенно населению. То есть люди действительно хотят не просто жить, они хотят жить абсолютно полной жизнью и ходить в библиотеки, и смотреть новые фильмы, не только дома по телевизору или по интернету, а еще и вместе с друзьями в кинозал и смотреть различные премьерные спектакли, которые наши областные театры, несмотря на то, что расположены в Петербурге, приезжают и показывают по населенным пунктам Ленинградской области. И, конечно же, иметь хорошую такую возможность для вечернего досуга, особенно молодежь. И вы знаете, настолько это нас задело еще в далеком 2012 году, что мы поменяли финансирование по программе культуры, увеличив его в пять раз. Я приведу несколько цифр. За последние три года отремонтировано более 160 домов культуры, а построено уже более 10 новых домов культуры. Давайте честно сейчас скажем, потому что, когда мы говорим отремонтировано, надо понимать, из какого состояния этот ремонт проводился. Ну, конечно, нет. Но вы знаете, это фактически реконструкция. Вот не зря на одном из вопросов вот там стояла женщина, а за ее спиной был такой красивый дом культуры. Это дом культуры города Кировской. Кстати, мы довыделили эти 25 миллионов для того, чтобы завершить ремонт и заметили, в каком он прекрасном состоянии. То же самое можно посмотреть, например, на дом культуры в Светогорске или на дом культуры в Кингисеппе или на дом культуры в Бакситогорске. Это действительно не просто, к слову, капитальный ремонт. Фактически это реновация, это новая жизнь, данная этим зданием. Они выглядят совершенно по-другому. Более того, я проезжая по нашим селам, поселкам Ленинградской области, бывал в нескольких домах культуры, которые мы отремонтировали. Вы знаете, иногда такое впечатление, что это фактически новый дом культуры, потому что и фасад отремонтирован, и внутри сделан полный капитальный ремонт, отремонтирована сцена, еще и новая мебель. И эта программа будет продолжена. И самое главное, что мы видим, что эта программа дает результат. У нас резко возросло количество людей, которые стали заниматься кружковой работой. Мы забыли даже этот термин. Раньше термин был в советских времен – кружковая работа. Это когда при домах культуры, особенно в сельской местности, создаются различные кружки. Там хорового пения, например, или баянистов, или бального танца, или народных спектаклей, или, например, того же народного промысла. То есть учатся вышивать или лепить из глины, поддерживая народные традиции. И вот мы увидели, как это начало обратно прорастать. Поэтому вот эти зерна, которые мы сеем, культурные зерна, в виде ремонта домов культуры, они дают очень хорошую отдачу. И вообще по культуре позиция поменялась. Я тоже не могу не привести одну цифру. Не так давно приводила Наталья Кононенко, представитель комитета по культуре. В 2011 году менее 15 миллионов выделял областной бюджет на реставрацию памятников культуры и истории. А в этом году 700 миллионов. То есть, как говорят в Одессе, почувствуйте две большие разницы. Это действительно правильно и это наша тоже принципиальная позиция. Мы можем сколько угодно на словах воспитывать молодежь в духе патриотизма или любви к родине. Но когда они рядом видят, как разрушается памятник истории России, ну какие слова могут быть убедительнее, чем то, что они видят. А когда они видят, что памятники истории реставрируются, восстанавливаются, конечно, они более с открытой душой воспринимают наши призывы любить родину, помнить ее историю и думать о будущем. Александр Юрьевич, время идет. Я хочу напомнить вам и нашим зрителям, что в общем в течение всего нашего с вами эфирного года так сложилось, что неким постоянным эпизодом передачи «Личный контроль» стало обсуждение, наверное, самых острых тем, которые волнуют практически всех жителей нашего 47-го региона. И давайте посмотрим сюжет, который мы как раз сняли на одной из таких тем в Выборге. Выборгский замок – одна из самых ярких достопримечательностей не только Ленобласти, но и всего Северо-Запада. Да что там Северо-Запада? Историки утверждают, что во всей России единицы полностью сохранившихся примеров средневекового европейского военного зодчества. А Выборгский замок был построен, шутка ли, представьте, в 13-м веке. Ну а в веке 21-м здесь появилась общественная организация под простым и понятным названием «Я люблю Выборг». Организация не проправительственная, не оппозиционная, это просто союз людей, которым небезразлична судьба родного города. И вот о деятельности этого движения мы поговорим с одним из его активистов, Ириной Ивановной Денисенко. Наше общественное движение «Я люблю Выборг» было создано немногим более месяца назад, и вошли в него руководители предприятий культуры города и предпринимательское сообщество, представители предпринимательского сообщества и депутаты по такой вот инициативе самих людей, да, сами представители нашего, скажем так, инициативные люди, люди неравнодушные, решили создать такое общественное движение. Сейчас город находится в преддверии большого ремонта, как мы говорим, да, реконструкции и памятников культурного наследия, которых очень много в нашем городе. Ну, каждый день город живет своей жизнью, интересно, наполнено, и, наверное, население, да, жители города должны участвовать в нем и понимать, что происходит. Да, вот таких проектов несколько, и он будет в несколько этапов проходить, в том числе и коснуться реставрационной работы и самого замка непосредственно, и ряда объектов и федерального значения, и регионального значения, и выявленных объектов культуры. Конечно, жителям самого крупного города Ленинградской области повезло, что у них под боком такая красота. Но ведь и в других районах нашего региона есть, что сохранять и чем гордиться. Так что организация «Я люблю Выборг» – отличный пример для подражания. Александр Ильич, а вообще здорово, когда мы с вами можем наблюдать, как на глазах люди объединяются не с целью просто собраться, покричать, покритиковать, предъявить претензии, может быть, обоснованные, но и дальше этого дела не идет. А тут мы видим, что, в общем, люди сами организовались для решения тех вопросов, которые, безусловно, волнуют не только одну целевую группу людей, но и, наверное, всех наших зрителей. Вы знаете, у меня есть такая интересная поговорка. Я ее перенял от бывшего вице-гуметора Георгия Богачева, который, когда возникали вот такие споры, но при этом люди не предлагали ничего конкретного, возмущались вокруг да около, он все говорит, вам шашечки или ехать? Вот в данном случае для кого-то программа реставрации старого выбора оказалась шашечками. То есть пошуметь, покричать, поспорить о том, по каким схемам будут воровать деньги, которые еще не выделены, и кто их будет воровать, и что все не умеют заниматься реставрацией. Только вот они, сетевые блогеры или ряд других людей знают, как это все правильно делать. Но когда дошло до конкретики, когда власть сказала, пожалуйста, организуйтесь и предложите конкретные вещи, что вы считаете нужно сделать для того, чтобы качественно, под народным контролем и своевременно прошла реставрация. Тут они сдулись. И вот мне очень приятно, что в это время как раз появилось движение «Я люблю Выборг», движение неравнодушных людей, в которое, кстати, вошли очень известные люди Выборга и историки, и архитекторы, и общественные деятели, которые сказали, мы готовы показать, как нужно бороться за свой город. Александр Ильич, а вы вообще готовы прислушиваться к общественникам? Я готов прислушиваться к общественникам, и когда выступления общественности здравы, я даже на эти выступления приезжаю. А по Выборгу общественность нас поддержала, причем в очень нужный момент, когда как раз шел спор о том, выделять ли на следующий год уже первые реальные деньги Выборгу на реставрацию или нет. И представляете, если бы не это движение появилось, которое нас поддержало и сказал, да, нужно выделять деньги на реставрацию, да, нужно создать общественный совет, но деньги нужны. А появилось бы другое движение, которое бы сказал, не надо здесь никому выделять деньги, их все равно украдут. Ну и не получила бы ни Выборг, ни Ленинградскую область денег. И посмотрите, следующий позитивный момент движения «Я люблю свой Выборг». Впервые в самом Выборге проходят ремонты дорог на сумму более 110 миллионов рублей. Причем больше половины дал областной бюджет, но и выборгские депутаты под давлением общественности проголосовали, и порядка 50 миллионов впервые такую тоже большую сумму выделили из городского бюджета. И 110 миллионов – это хорошие деньги для реставрации дорог. А если мы эту программу продолжим и хотя бы выдержим 5 лет такое финансирование, да мы все дороги Выборга и тротуары приведем в порядок. Александр Юрьевич, в одной из весенних программ наша съемочная группа побывала на судостроительном заводе. И целью визита было получение информации о сроках строительства и сдачи парома, который так необходим для переправы через реку Сфирь в поселке Вознесение. Давайте посмотрим. Итак, с места в карьер абсолютно новый паром, который будет курсироваться в районе Вознесения и перевозить там людей, сейчас выглядит вот так. Внешне почти готов. Вот здесь на стапелях завода в Шлиссельбурге работа кипит вовсю, это и слышно, и видно невооруженным глазом. Мы сейчас, конечно, в деталях все еще осмотрим. А заодно послушаем, что расскажут строители. На сегодняшний день паром речного класса для реки Сфирь, поселка Вознесение, заказчик Ленавтодор, для нас на сегодняшний день является штучным заказом. И он действительно уникальный для реки, потому что мы строим в основном сейчас большие суда, смешанная река-море плавания и спасатели тоже чисто морские суда. Нет никаких для вас тут подводных камней, выражаясь фигурально? Все строится нормально, все в режиме? Нет, подводных камней никаких нет, все строится в нормальном режиме. Паром достаточно компактный, но насыщенный. В том числе в нем имеются два салона для размещения ста пассажиров, компонсабельный, с кондиционерами, довольно современный. И расположением грузовых и легковых автомобилей на главной основной палубе. На что еще хотелось бы обратить внимание, парому уже присвоено имя Аркадий Филатов. Оно выбрано, естественно, не случайно. Известный житель Ленинградской области был одним из организаторов механизированной переправы через Свирь в районе как раз Вознесения. И вот эти имя и фамилии уже красуются на борту. И есть момент, который тоже хотелось бы упомянуть. Кроме того, что паром будет в состоянии перевозить множество пассажиров и легковых автомобилей, еще и до восьми грузовиков. Так что надо думать, проблема с переправой будет решена. Я буквально на днях присутствовал на очень торжественном моменте. Этот момент называется встреча судна к порту приписки. Когда паром Аркадий Филатов пришел в Вознесение и встал на ходовые испытания. Он в течение месяца должен ходить между берегами, курсировать, проводить ходовые испытания. В это время специальные инспектора из морского регистра проверяют, как работают двигатели, как чувствует себя паром, насколько он безопасен. И по истечению этого ходового испытания месячного выдается сертификат на начало паромной переправы. Обычно у моряков и судостроителей принято не открывать саму, например, переправу или навигацию, а встречать судно, когда оно приходит в порт приписки. Вот такая торжественная встреча у нас произошла. Более того, я оказался в числе первых пассажиров, которых паром с разрешения инспекторов морского регистра перевез с одного берега Свери на другой. И я почувствовал все прелести нового парома, потому что я переправлялся и на старом пароме. И хочу сказать, что это абсолютно... Новое ощущение. Да, две большие разницы. Такая, знаете, даже не новое ощущение, такая гордость за Россию, за Ленинградскую область, что мы сами у себя можем строить такие современные суда. Потому что это судно абсолютно наше, Ленинградскую область. Оно построено на Невском судостроительном заводе, который находится в городе Шлиссинбург. Когда заработает уже не в тестовом, а в постоянном режиме. Ну, смотрите, нормативный срок до месяца могут дать разрешение и раньше. Мы рассчитываем, что вот испытание, если, значит, все пройдет нормально, то в 20-х числах сентября паром уже будет работать как готовое судно к переправе. То есть сейчас он будет ходить между берегами, но это тестовое испытание. Но так положено. Таковы правила, это правила безопасности. А где-то с 20-х чисел сентября он уже будет работать как обычный паром для переправы и грузов, и автомобилей, и людей. Ну, по-моему, замечательная новость. Александр Юрьевич, за время выхода в эфир передачи «Личный контроль», где только не побывала наша съемочная группа с нашими корреспондентами, давайте сейчас вспомним, как это было. Было бы смешно, если бы я подбирал вопросы, которые будут комплиментарны в адрес власти. Давайте поднимем такой серьезный вопрос, глобальный вопрос, который вообще для всех районов Ленинградской области, это строительство детских садов, это обеспечение наших детей местами в детских садах. Как обстоят дела с очередями в детские сады? А, их нет у нас. Нет очередей у вас? То есть никаких проблем? Нет, никаких проблем. Пришли, записались и все. Если бы была бы возможность, и наш независимый эксперт Иванов проехал хотя бы по двум-трем этим крестьянским фермерским хозяйствам молодым и посмотрел, а как они использовали те деньги, которые выделены были из бюджета. Грант мы получили в прошлом году, в 2014 году, летом. Ну, идея, как основная, начать заниматься фермерским хозяйством с нуля. Выращивание биокартофеля без применения химикатов, минеральных удобрений, только за счет сева оборота, каких-то органических удобрений, например, биогумус и так далее. Вот скажите, с тех пор, как появилась такая программа в области, вот так честно, открыто и прямо, лучше стало легче фермерам поднимать хозяйство и развивать? Обнозначно. У нас с Октябрьской железной дорогой и северо-западной пазарской компанией подписано новое соглашение и с 1 апреля, и это не первоапрельская шутка, с 1 апреля должен подешеветь проезд на электричку. Здравствуйте, простите, а вы до какой станции билет попойте? До Калища. А как сейчас с ценами? Обещали, что подешевеет с 1 апреля, вроде как? На 8 рублей. На 8 рублей, да? То есть разница все-таки есть? Есть. Ну, всего лишь на рубль. Ощутили, что с ценами что-нибудь произошло? Понизились. Понизились на много? На 10 рублей. Александр Юрьевич, наш проект год в эфире. Что бы вы сегодня могли пожелать нашим зрителям? Я, прежде всего, хотел бы пожелать нашим жителям оставаться неравнодушными. Как к текущим проблемам, с которыми они сталкиваются, так и к большим проблемам, может быть, стратегическим проблемам, о которых они думают или которые они видят. Абсолютно не боятся волновать власть и требовать от власти решения этих проблемных вопросов. В том числе от местной власти. Я думаю, что за десятки передач мы даже провели небольшой ликбез и рассказали о возможностях местного самоуправления. Что должно делать местное самоуправление, как правильно общаться с местным самоуправлением. Я хотел бы, чтобы наши люди действительно были истинными патриотами, как большой нашей страны Россия, так и малая родина Ленинградской области. А вот свое неравнодушие и патриотизм они обязательно должны проявить 13 сентября, когда будут выборы губернатора Ленинградской области. Я хотел бы, чтобы мы все понимали, что выборы это такая отправная точка в развитии любого субъекта Российской Федерации, в развитии любой страны, любого государства. И от того, насколько люди будут активны, насколько они будут неравнодушны, насколько они искренне будут в своем стремлении что-то изменить в лучшую сторону, от этого будет зависеть и как будет развиваться наша Ленинградская область в ближайшие пять лет. Я бы очень хотел бы, чтобы не на словах, а на деле все исполнили свой гражданский долг. Пришли 13 числа и проголосовали. Пришли дружно, с семьями, с друзьями, со знакомыми, с хорошим настроением. И хотел бы пожелать, чтобы в этот день мы голосовали не сердцем или не душой, а мы голосовали головой, мы голосовали разумом. И мы действительно с вами определили будущее Ленинградской области и за это будущее проголосовали. Итак, Александр Юрьевич, если я вас правильно поняла, то именно 13 сентября у всех у нас, жителей Ленинградской области, есть прекрасная возможность взять ситуацию под свой личный контроль. Я на это надеюсь. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, пришло время прощаться. Удачи и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»